Я думаю, что поскольку, как уже кажется, мы договорились, что кворум некий есть, то можем с вами продолжить наши последние две беседы, которые были посвящены теме страданий, но совсем не касались её. Представляете, как здорово! Это надо уметь поставить тему и ничего не сказать. Но я слышал такое явление, о таком явлении. Говорят, в Японии пять лет готовят что-то, но за полгода всё делают. У русских, напротив, полгода готовят и потом 25 лет строят. Ну, не знаю, насколько это правда или нет, но долгострой, конечно, всем известно. Так вот, в данном случае, напоминаю вам, что для того, чтобы дать обоснованный, удовлетворительный ответ на вопрос о природе страданий разного типа, нужно было нам всё-таки поговорить о Боге. Кто же такой Бог? Знаете, одно дело – христианский Бог, который есть любовь. Другое дело – мусульманский Бог, который есть сама справедливость, хотя и милосердной, и милостивой, но справедливой. И поэтому всех негодяев отправляют на страшные мучения, а праведников, естественно, в райские обители. Ну, мы с вами об этом, кажется, говорили. Затем, вторая тема, которая у нас с вами была – это проблема греха. Потому что все мы понимаем и все знаем, что, когда дело касается греха, то здесь можно почесать затылок, как бы чего ни случилось. Так прям даже есть и высказывание у Марка Подвижника – не хочешь скорбей, не греши. Правда, что это значит? Это мысль, которая, конечно, требует очень большой вдумчивости и понимания. Дело в том, что мы, конечно, постоянно ведём себя не так, как это действительно нужно бы. И поэтому, кстати, у нас постоянно встречаются разного рода неприятности. Правда, я вот до сих пор никак не могу понять, почему у меня только происходит неприятность, что у других мне понятно, а не греховодники. А я-то что? Ну, вы же понимаете, да, что меня это не касается. Разве могут быть у меня какие грехи? Но, одним словом, всё-таки общее правило такое, причём во всех религиях, дело тут касается не христианства даже, а всех, что, коли грешишь, значит, терпи. И вот попадались с вами выяснить, как же христианство понимает грех. Оказалось, что грех, во-первых, это есть не нарушение какого-то установленного Богом, предписанного Богом вот так себя вести. Слышите вы, двуногие? И если не будете так вести, то пеняйте на себя, достанется на орехи. Оказывается, нет. Нет! Оказывается, не Бог сам наказывает. А, оказывается, Богом установлены законы физические, биологические, психологические, нравственные, духовные. О первых законах все знают. А вот о законах духовных, нравственных, не только не знают, но даже и знать не хотят. А, оказывается, есть правила очень твёрдые. Не делай другому того, чего не хочешь себе. И дело тут касается не просто не хочешь или хочешь. Ну, ладно, я не хочу себе, но другому сделаю. Нет-нет! Этим утверждается великая истина. Ты получишь! Получишь! Так же, как тот, который ударяет головой в стену. Чем сильнее он в неё стукнется, в стене что будет? Ничего. А у него, бедного, у кого что? У кого покраснеет лоб, у кого шишка вскочит, у кого сотрясение мозга. А кто и вообще на тот свет пойдёт? Не делай другому того, чего не хочешь себе. Не Бог тебе шишку на лоб сажает, когда ты вдаришься в стену. Нет-нет! Ты сам нарушаешь законы естественной жизни. И это как в мире физическом, так и в мире духовном. Видите? В духовном. Ничего бесследно не проходит. И вот здесь мы с вами коснулись одного ещё важного момента, с которым вы все столкнётесь. Это связь с индуизмом. А вы знаете, очень многие интересуются сейчас и увлекаются восточными религиями. И там одним из основополагающих законов, ну, основополагающей идеей, и, может быть, даже не одним из, а главнейшей, является закон кармы. Он что из себя представляет? Утверждение, что всё в мире происходит по твёрдому, непреложному, неотменяемому закону причинно-следственных отношений. Есть причина такая-то, будет такое-то и следствие. Обязательно! Касается, неважно, какой сферы жизни – внешней или внутренней. Закон кармы. А христианство отличается чем-нибудь от этого или нет? Помните, мы с вами говорили? Тут же сейчас вам задаст вопрос человек. Так оказывается, ничего другого и нет. Одно и то же. Прежде скажу, что вот эта мысль внехристианская, которая не имела откровения, это великолепная иллюстрация, вы слышите, иллюстрация, до какого предела человеческий разум может дойти, а дальше не знает, что делать. Ведь закон кармы, кажется, очень хороший закон. Закон причинно-следственных отношений. Это же верно! Но не знает нечто большего, что действительно открыло христианство, и чего до христианства мир не знал. Ну, фактически не знал. Я не говорю о единицах каких-то, вроде пророка Давида или пророка Исаии, этого ветхозаветного ангелиста. Оказывается, когда мы говорим о духовных законах, то высшим из них и из этих духовных законов является закон любви. не закон, что породил, то получил, то есть жёсткого причинно-следственного отношения, а закон любви, которому подчиняется этот закон, который назовём, пожалуйста, закон кармы. Если нравится так, ну, хорошо, есть термин. закон любви. Поэтому христианство утверждает применительно каждому человеку и не только человеку, и народу, утверждает нечто новое, чего не знал древний мир и чего не знал никакой индуизм. «Еще три дня и Ниневия будет разрушена!» Так сказал сам Господь, говорит пророк. Проходит три дня, и он и сидит под тыквой, хороший лист, большой, крупный, солнце жарит ему нипочём. и вдруг какой-то несчастный червячок подъел корень, лист увял, и лысая макушка ионы оказалась под пятидесятиградусным солнцем. Прямо ему он взвыл. Господи, лучше душу мою забери, но я уже просто не могу. Да и что это такое? Почему Ниневия ещё стоит до сих пор? А ему ответ. Вот видишь, ты из одного какого-то листа тыквенного, что увял, и уже впадаешь в какой отчаянный скорбь, что готов смерти предаться. А ты что думаешь, а мне не жалко? Там в этой Ниневии сколько там тысяч, не помните, которые не могли отличить правой руки от левой? Не помните? Сколько чего-то очень большая цифирь там была? Чуть ли не пятьдесят, что ли, тысяч. То есть дети, младенцы. Так был научен, так мы должны быть научены тем, что над законом причинно-следственных отношений царствует другой закон, закон любви. А при чём тут закон любви? Что, можно делать всё, что угодно? Нет! Ниневия покаялась! покаялась! Вы все знаете, что такое Бигфордов шнур? Когда где-то закладывают, на стену надо взорвать, туда кладут взрывчатку, от него проборит шнур куда-то далеко, сами уходят, уходят, ничего, и в нужный момент здесь зажигает этот конец, и бежит пламень по шнуру, бежит туда, где взрывчатка заложена. Когда добежит, всё! Взрыв! Христианство говорит, есть возможность остановить, перерубить этот шнур, пока ещё он огонь не дошёл до взрывчатки. Всё этим топором, этим орудием, что является? Покаяние! Оказывается, вершинным законом-то является не закон причинно-следственных отношений, а закон любви, которым является, кстати, сам Бог. Покаяние перерубает этот закон кармы, и человек, который должен бы подвержнуться, я не знаю, чему, чему, оказывается спасённым, неневия спаслась. Так познал Бога пророк Иона, когда же пришёл Христос, то увидели гораздо большее. Итак, видите, даже о грехе. Что о грехе? мы видим, что кроме этого закона, естественного закона отношений между грехом и возмездием, оказывается, есть ещё нечто более высокое, которое может остановить этот процесс. Но сам по себе закон остаётся какой? каждый грех есть рана. Каждая рана приносит страдания. И тут бы поставить точку, но нет. Есть бальзам, есть лекарства, которые, если нанести на эту рану, она исцеляется. Исаак Сирин – это один, я бы сказал, из величайших, я бы сказал, мыслителей просто седьмого столетия, святой Исаак Сирин, так и говорил, заповеди Божии, заповеди Христовы – это лекарство от страстей. Вот оно что! И одно из главнейших является, что покайтесь, ибо от близко Царства Божия радость ваша, это ваше блаженство, легко, вот оно, вот, только покайтесь, и всё будет у вас. Покайтесь только! Вот так мы с вами, значит, поговорили, поговорили о природе греха, ну, потом поговорили о так называемом первородном повреждении, которым подверглось всё человечество, начиная с Адама. То есть, это что такое? Это смертность, пленность и страдательность или страстность. Поговорили о родовом повреждении, чрезвычайно важное, потому что, если первородное, то мы всё, что рождаемся в нём, и всё, и никуда не денешься. Родовое повреждение, о, оно уже очень и очень находится в руках человеческих. Оказывается, это те страстные позывы, навыки, влечения, которые могут передаваться по наследству. Слышите, не грех, как ответственность передаётся, не ответственность, дети не отвечают, а вот влечение греху передаётся. Это особенно заметно, как мы с вами говорили уже, в области нашей физиологии, когда влечение, например, к алкоголизму. Но это заметно и в области психологии, когда рождаются очень завистливые люди, очень завистливые, очень жадные, очень гневливые, злые, именно прямо рождаются. Здесь только христианство может этого человека спасти от этих язв. Как спасти? Борьбой по мере сил, борьбой с этими явлениями. Где? Внутри себя. Вот, видите? И мы, помните, делали, какой вывод? Все вы, которые будете выходить замуж и будете жениться, помните об этом, что состояние не только физическое, но и духовное состояние ваших детей в очень большой степени обусловлено вашим родителе состоянием. И фраза убийственная, помните, которую запомнить очень легко. Хотите ангелочков, не будьте сами дьяволочками. И тогда все ясно. На этом мы с вами, кажется, и закончили, правда? Хотя нехорошо на дьяволочках кончать, лучше на ангелочках, конечно. Вот так. Тогда мы перефразируем. Не ходите дьяволочках, будьте сами ангелочками. Ах, вот так, вот так, другое дело. Это лучше. Ну вот, ну а сегодня тогда уже после такого огромного вступления мы можем немножко с вами поговорить и уже непосредственно касаясь самой проблемы страданий. О законах духовных мы с вами говорили, в частности, упоминали такой основной закон жизни – не делай другому того, чего не хочешь себе. Под словом «делай» ещё раз ударение делаю. Речь идёт не обязательно о наших руках, ногах. Можно мыслю желать человеку не знаю и что? С такой злобой думать о нём, что, наверное, этот человек даже почувствует. Не делай, не допускай в себе этой гадости, этой дьявольщины. Никогда не желай человеку зла. Не делай другому того, чего не хочешь себе всякое деяние человеческое подобно бумерангу, который, помните, бросали бумеранг? Бросают? Попадёт в жертву? Хорошо. Нет, он возвращается к охотнику. Но это хорошо, когда к охотнику, а выражение какое стало? В кого целился ты, поразил себя. Вот так. Оказывается, таков закон, и так какова природа страданий. Поскольку каждый грех есть рана, то не приходится удивляться, что все мы подвержены непрерывным скорбям, переживаниям, неприятностям, страданиям, болезням, операциям и чего-чего всего на свете. Хватает. Блажен, правда, тот человек, у которого хватит духу, а я бы сказал, просто разума сказать, Господи, достойный по делам моим принимаю я. Но нет! У святителя Феофана я замечательная фраза. Сам дрянь дрянью, а все твердит. Я не такой, как прочие человечеловецы. Правда, замечательно? Ну, что вы, красота! Конечно! Вот, не хватает, ну, чего не хватает, ума, что ли, понять, что все, что с нами случается, действительно, достойное, достойное, я бы сказал, даже не достойное в другом противоположном смысле. Если мы получали достойное, то, я не знаю, мы бы уже должны были быть стерты в порошок уже буквально. А только по милости Божией мы получаем только некие уколы то справа, то слева, то в пятку, то в нос. На самом деле, вот в каком смысле недостойное. Но мы-то, конечно, иначе думаем. Кстати, очень хороший вам мысль для проповеди. Каждый человек подобен одному из двух разбойников, распятых рядом с Христом. И каждый человек сам, слышите, сам, и никто за него не может, избирает себе место или справа, или слева. справа, справа, достойные по делам моим. Такие люди получают очень большое душевное освобождение от страданий. левый, помните, как себя вел, и понятно, что он ко всем физическим страданиям, какие переносил ещё душевные страдания, можно себе только представить. и так каждый человек, каждый человек, слышите, и я в том числе хотел себе было да, избираю себе место или справа и говорю, достойные по делам моим получаю. Господи, ещё благодарю Тебя, что только малую талику получаю от того, что должен бы был получить, достойные или будем рваться. А что значит рваться? А все вокруг меня виноваты. Вот негодяй подставил меня, вот эти чиновники, что сделали, вот эти там начальства, вот эти президенты, эти патриархи и всё годом, все они негодны, никуда не годятся. И я такой хороший, за них должен страдать. Вот что это такое. Когда человек говорит достойное, он забывает о всех прочих, а понимает, что причиной являюсь я сам, а не они. Это чрезвычайно важно знать, чрезвычайно важно помнить, потому это, я вам скажу, панацея, лекарства от тех душевных страданий, которые мы часто, часто, ну, постоянно, если хотите, переживаем. Помните, я вам говорил, приводил цитату Ивана Васильевича Кирьевского? Запомните её, пожалуйста. Это великий закон, о котором он сказал. Каждое доброе деяние, совершаемое одним человеком внутри себя, слышите? Нигде нибудь! Каждое доброе деяние, совершаемое внутри себя человека, является благом для всех людей. Я перефразирую это специально, применительно к нашему контексту, нашему контексту. Слышите? Каждое доброе деяние является великим благом, он даже говорит торжеством, даже говорит так. Но почему я говорю? Поменяйте знак плюс на минус. Поменяли? каждая пакость, которую я делаю внутри себя, чем является для всех окружающих? Наверное, понятно. Наверное, понятно. что мы знаете, мы настолько смиренные, мы настолько хороши, настолько любвеобильны, настолько добродетельны, что только говорим, ну что мои грехи? Ну что я там? Миллиарды людей, какое это будет значение иметь это для других людей? Да никакого мои грехи, ничто. Мои грехи, они же зато добродетели моё. Я требую, чтобы весь мир меня прославлял, конечно. Не забудьте, можете даже, когда будете читать лекции, то не забудьте привести замечательную русскую сказку, ну, сказку о том, как вырастил дед репу и пошёл её вытащить. Дедка за репку, не тянется репка, бабка за дедку вдвоём тащат. Никак невозможно вытащить. За бабкой дочка, за дочкой внучка, за внучкой жучка. Никак не могут вытащить репу. За внучкой что там? Кошка! Никак! И дальше потрясающее! Все тянут не могут. Последняя кошка тянет тоже. И вдруг прибегает мышка, уцепилась за кошку и вытащили репку. Да чего же прекрасно это! какая мудрость! Это ответ всем, всему нашему лже-смирению. Что мои грехи или что мои добродетели? Да, великолепно сказал Иван Кирьевский. Каждая нравственная победа, привожу даже его слова, у меня из подсознания там медленно подчас выходит. Выходит хорошо, но уровни подсознания просто разные. И вот сейчас поднялся с этого более глубокого уровня. «Каждая сверху совершаемые мудрость мы идем к экологическому коллапсу, подходим к необратимым процессам, когда уже наступит смерть экологическая». Их никто не слушает. Нам надо больше упускать машин и больше строить заводы, а тут эти ученые ничего не понимают. Природа страданий вот чем обусловлена. Я надеюсь, если здесь будут какие-то вопросы, то мы с вами обсудим, потому что куда более интересные дальше вопросы, куда более интересные, более сложные и, может быть, даже ещё более важные, первый вопрос – это невинные страдания, детские страдания. От этого вопроса никуда не уйдёте, голубчики. Вот так. Если хватит у вас сил, скажите проповедь, говорите проповедь, не просто благочестивые словеса, да, да, цитируя там того, другого третьего. Отвечайте на вопросы людям. Люди ждут. Вот скажите проповедь о страданиях. Ну, скажите. И вот, в частности, вопрос о невинных страданиях. Чтобы ответить на него, вот, вы знаете, люблю я сказки до сих пор, как я их люблю, всякие сказки, рассказики, легенды. Душа моя. И вот сейчас не могу удержаться от того, чтобы ещё не рассказать чего-нибудь. Однажды, это было давно, так давно, что я даже не помню, когда. Это было там, не помню, где точно, но где-то там было. думаю, что в Италии, скорее всего. В Италии. Хороший художник был. Его попросили нарисовать образ младенца Иисуса. Помните вы? Надеюсь, нарисовал. Все восхищения были. Изумительно. Ну, прошло где-то 30. Он получал тут разные заказы, и вдруг здесь заказ очередной нарисовать Иуду из Кариотского. Он говорит, ну, пожалуйста, это не сложно. И пошёл по тюрьмам искать соответствующий, так сказать, образ. Долго искал, наконец, нашёл одного. Говорит, ох, точно мне и надо, точно, Иуда! Но поинтересовался его биографией. Оказалось, этот мальчик, ангелочек, что произошло с ним, через 30 лет. Ангелочек, здесь страшный преступник-убийца. А теперь объясню, почему я рассказываю вам об этом. Рассказ-то простой, а смысл-то вот какой. кто мог знать, что скрывается в этом прекрасном ангелочке младенце? Какие добродетели, какие пороки, какие таланты? Никто ничего ещё пока ничего не мог знать. Никто ничего не мог узнать. Обнаружилось это значительно позже. И обнаружилось такое, что, пожалуй, невольно можно было повторить слова Христа об Иуде. Помните, когда он сказал «Лучшего не родиться тому человеку?» Хочу ответить на вопрос о невинных детских страданиях. мы ничего не видим. Что заложено в этом ребёнке? Что будет с ним? Что он сделает? Ничего не видим. но вот эта легенда о художнике она нам указывает на вероятность именно вот такого развития событий в ребёнке, что он из этого ангелочка превратится буквально в дьявола. Но дьявола не просто какого-то, а того, в котором могут произойти необратимые духовные процессы. Что мы делаем, когда рождаются вот дети? Сколько сейчас по телевизору? Знаете, собирают целые лимоны, то есть, извините, миллионы, да? Я перепутал. Для того, чтобы провести операции где-то такое там операции тяжёлые, ребёнок, конечно, страдает, ещё бы! Какие операции проводят только для того, чтобы спасти ребёнка от какой-то страшной болезни, тем более от смерти? Посмотрите, что делается, какие мучения! нег exploration подвергают orp Travencia ф heightened мучений этих ангелочков, младенцев, восхваляются и говорят «ооооо, какое совершенство! Чего достигли!» Но это вторично. Это в конце концов важная моей мысли какая, что, оказывается, чтобы человека излечить даже от этих видимых телесных пороков так, какие приходится переносить страдания. Причина только одна – спасти ребёнка от уродства, от смерти. Ну, вы, наверное, понимаете мою логику. Почему, когда касается этой области тела, мы все согласны? Согласны, жертвуем, помогаем, восхваляем. Но почему мы не хотим перенести нашу мысль куда в более важную для человека область жизни, в духовную область жизни? Мы же говорили с вами о родовом, наследственном влечении к страшным страстям. Вот где причина многих страданий детей. Проводится операция. Эти страдания с христианской точки зрения являются той необходимой операцией, благодаря которой он, этот владенец, спасается от будущего уродства и смерти. Вот другого выхода нет, как и сейчас. Вот нет, нужна только операция. Никакими мягкими средствами невозможно. Так и здесь тоже в духовном плане нет других средств, кроме вот этого средства. И мы же показываем это на примере Христа. Он невиновный, совершенный праведник, но страдал. Он не за свои страдал. Но еще об этом поговорим. В этом поговорим еще. Он лично ни в чем не согрешил. Но там было нечто другое, что постоянно мы слышим и в чтении, и в пении за грехи, за грех пострадал. Но об этом мы будем с вами говорить. Я еще раз прошу обратить ваше внимание. Основная мысль какая? Что, оказывается, так называемые невинные страдания, эти детские страдания, они оцениваются не по какому-то принципу справедливости, при чем-то справедливость. Ребенок родился таким, и все. Он родился. И эти страдания, значит, являются не наказанием, не местью, а необходимой операцией для того, чтобы спасти человека для будущей вечной и блаженной жизни. Так говорит христианство. Апостол Павел, кстати, об этом очень хорошо говорил, что нынешние временные страдания – ничто по сравнению с той славой, которая откроется в нас. – Вот одна из причин страданий детей. Ну, если хотите, есть и другая. Все вы наверняка знаете и немало случаев знаете, когда по причине тяжёлых заболеваний детей родителей приходят к вере. По причине их болезни и даже смерти. Многие приходят именно к христианству, к вере, становятся действительно прямо христианами настоящими. Объясню, что же здесь это так что же? Получается, ребёнок страдает только для того, чтобы родителям было хорошо? Не об этом речь идёт совсем. Совсем не об этом. Речь идёт о другом. Дети вовсе страдают не потому, просто, чтобы спаслись родители. Родители спасаются. Это уже следствие страданий детей. Дети страдают вот по той причине, о которой мы говорили. Но их страдания при этом могут иметь и огромные, огромные спасительные значения для родителей. И здесь скажу вам такое. В жизни будущего века, когда дети увидят, что благодаря их страданиям родители оказались спасёнными, спасёнными от вечных мучений, они, эти дети, будут вечно благодарить Бога за то, что Он, Бог, дал им пострадать и благодаря чего родители их, их близкие родители, я просто в общей форме говорю родители, благодаря которым, то есть страданиям, так родители достигают, получают вечное благо, вечное блаженство. Вот так, друзья мои, что можно сказать о детских страданиях. Вот, оказывается, оказывается, механизм внутренний, что происходит и что будет, потому что личность переходит из этой жизни в другую, личность сохраняется. Более того, там именно в жизни будущего века, в вечности, в области вечности открывается истинное понимание, истинное видение, видение тех причин, по которым происходили те или иные события в нашей земной жизни. И если мы верим в эту вечность, тогда всё понятно. если не верим, если не верим, нет Бога, нет вечности, да? Да? Так? Тогда как вы оцените эти страдания детские, особенно те, которые связаны с жестокостью каких-то мучителей? Что? Просто так случилось и всё? Негодяи, садисты замучили и всё? И всё? Это что за ответ? Бессмысленные жестокие страдания? Ну, если вам это нравится, ну, пожалуйста! Христианство же говорит, не одна капля страданий человеческих не остаётся у Бога без такого вознаграждения, которое несопоставимо ни с чем происходящим на земле. Не даёт Бог страдать просто так. Напоминаю вам замечательную, если хотите, формулу, извините, говорю уж таким языком Исаака Сирина, который надо просто помнить всем наизусть её, и прошу запомнить слова Исаака Сирина, который говорит Бог Бог ничего не делает ради возмездия, а всё, что совершает, только глядя на ту пользу, которую принесёт это его деяние человеку. Слышите? Всё делается только ради пользы. христианский ответ ради пользы. Если нет Бога, бессмысленная жестокость. И всё. Выбирайте, пожалуйста. Пожалуйста. Вот так можно ответить тем, которые могут говорить, а зачем, а что, а как. В отношении же всемогущества Божия вы должны ответить. Ответить. Когда вы читаете в наших учебниках, что Бог всемогущ, зачеркните это. Бог не может даже меня спасти без моего согласия. Не может. ни одного человека не может спасти без его произволения. А вы говорите Бог всемогущ. Это мы говорим применительно к тому, глядя на этот мир, что он смотрите, что он может делать, а что он всемогущ. Когда мы касаемся нравственной области, мы сразу говорим – Стоп! Стоп! Если бы Бог мог спасти человека без человека, тогда я вам скажу, он был бы виновником всей истории человечества и всех тех страданий, войн всего на свете, всего того зла, которое произошло. Если он мог, так он бы этого змея взял бы тут же там в раю и не пропустил бы его, уничтожил бы его и не дал бы искушать или отнял бы у человека свободу, да и всё. Вот как земные твари, наслаждайся и всё, а человеком ты не будешь. Василий Великий об этом так и пишет. Да. Сказать, почему Бог не сделал, это значит отнять у человека самую главную ценность, его свободу выбора добра или зла. Потому он и человек. Вот, оказывается, перед чем мы стоим. Итак, ещё раз прощу вас, вы усвоите, вам же это, ещё раз вам говорю, вам постоянно будут подходить и спрашивать. И это один из вопросов, который стоит на протяжении все истории детских страданий, вот чем они обусловлены, вот чем какими-то невидимыми для нас, что мы видим, ничего не видим, такими скрытыми страстями и духовными пороками, которые требуют операции. Требуют. И эта операция и проходит. Но с христианской точки зрения ни одна капля страданий, переживаемых любым человеком и ребёнком в том числе, не является бессмысленной. Она всегда, Бог всё делает, только глядя на ту пользу, которую принесёт это человеку. Но это один из самых трудных вопросов апологетики, касающийся детских страданий. Насчёт невинных страданий – это вопрос, я вам скажу, гораздо проще. Проще почему? Конечно, в данном случае меня обвинили совершенно несправедливо. Но стоит мне почесать свой затылок, как я вспомню, а сколько раз меня бы надо было обвинить справедливо, но всё сошло с рук. А моя-то душа одна. А чё ж ты, голубчик, не вспоминаешь об этом-то и не возмущаешься, что тебя не наказали так, как следует. Там я не возмущаюсь, там я очень рад, а здесь я на стенку лезу от ярости. Я... За что меня? За что меня? Да за дни только мысли, которые у нас непрерывно там крутятся, не знаю, куда нужно бы отправить, в какую преисподнюю. нет невинных страданий. В каком смысле ещё хочу сказать вам? Что это неверный подход в принципе, когда мы рассматриваем все страдания по закону справедливости. нет в христианстве этого критерия. Ещё раз прошу обратить внимание. Христианство оценивает все беды, страдания и болезни не с точки зрения справедливости. Можете это усвоить? Нет! Принцип только один с точки зрения любви. По любви делаем мы операции, по любви лечим человека, по любви отрезает ему, Господи, ноги и руки, удаляет какой-то орган, по любви, а не по наказанию. Вот основной закон в христианстве. Все страдания происходят не потому, как мы говорим, так ему и надо. Это мне недавно рассказали. Такой смешной случай. В советское время, там, знаете, награждали сотрудников. И он говорит, награждали как? Давали какие-то подарки. Не помню, в какой уж там день. Ну, в общем, награждали. И вот одного там вызывали. Вот то-то, вот вам подарок такой. Другому такой-то подарок. Третий подарок. И, наконец, этот секретарь, значит, или портком, говорит, а вот теперь самая достойная наша сотрудница, да, самая достойная, она награждается самым почётным, переходящим красным знаменем. из зала голос так ей стереви и надо. Все получили подарки, а ей это, и тут же во всему залу, портком, что это такое? Нет-нет, ничего-ничего, так ей и надо. Так вот, друзья мои, в христианстве нет этого принципа. Пожалуйста, усвоите себе. Нет принципа справедливости, а есть принцип любви. И всё, что происходит с каждым человеком, происходит не по причине того, что вот тебе сделало – получай. Нет! Представьте себе! а только по той причине, что это по любви делается, чтобы человеку помочь исцелиться. Ну, знаете, как вот человек, ну, что-то такое вот, ну, какая-то рана, так прижигают чем-нибудь. Ой, как больно! Правда же? Ой, больно! Ну, это что, наказание, да? Какое наказание? Лечим и не наказываем! Вот, оказывается, какой христианский принцип! Слышите? По любви, а не по справедливости. Запомните, пожалуйста! Кстати, этим мы отличаемся от мусульманской религии. Там Аллах – это высшая справедливость. Да, Он милосердный, конечно, и милостивый, но высшая справедливость. А мы говорим – нет! Нет! Бог – любовь! И ни на одну йоту не справедливый! Если бы Он был справедливый, всё, всё, пропадай! Мы все в тар-тарары! И житья бы не было уже нам никакого тогда! Уже только в аду мучиться! Вот так, друзья мои! Ну, я очень надеюсь, что, может быть, вы это запомните. Потому что это чрезвычайно важное положение, которое вот так я обострённо, заострённо, специально вам выразил. Это то, что касается, значит, страданий общих, значит, невинных, детских. Ещё один тут вопрос есть, правда. Такой небольшой вопрос, но который, я вам скажу, в атеистической литературе задаётся. Вы знаете, это было очень давно, очень давно, вы себе представить не можете, когда в прошлом тысячелетии вдруг мне сказали, что я буду преподавать апологетику. Я тут же выписал журнал «Наука и религия» и «Вопросы философии». Ещё что-то такое не помню. И вот с этим журналом так мы проводили лекции, отвечали на вопросы, которые там звучали. Кстати, разрешалось, никто ни слова не сказал, как вы смеете смеете критиковать атеизм. Меня это очень поразило, потому что перед этим преподавали наши очень почтенные профессора, которые пережили вот эти годы страшных репрессий. И они просто боялись даже упомянуть критически слово «атеизм». А здесь, оказывается, можно было и ничего, и никто ни разу не сказал не сметь. Ведь могли сказать. Вы слышите? Могли бы сказать. Могли бы сказать ректору «Успокойте этого слишком ревностного». Нет, ни разу. Оказывается, можно. Мы иногда вот так боимся убоявшийся страх и держи не без страха. Так вот, вопросы я, эти вопросы вам сейчас и пытаюсь на них ответить. Ещё один вопрос, который там, там, звучит примерно так. Ну, хорошо. Ну, когда люди там что-то делают друг другу, ну, хорошо, понятно, всё. А природные катаклизмы, землетрясения, там, цунами – это кто творит? Бог? Вы же говорите, что Бог? Бог. Уничтожил потопом Бог? Бог. Содом и Гоморро кто уничтожил? Бог? Бог. И вам что-то нравится, да? Вы сияете от восторга, христиане, преисполненные любви, да? Как на Пасху вы все радуетесь. Слава Богу! Мы спасены, а все миллиарды эти пусть идут в преисподнюю. Прям радуемся, невозможно как. Да как же вот с цунами-то быть? Вопрос. Конечно, можно просто сказать, что за грехи, но тут же, тут же говорят, ну ладно, за грехи, за грехи, ну, взрослые за грехи, а дети-то за какие грехи погибают? Закон справедливости не подходит. Нет, еще раз вам говорю, запомните, пожалуйста, никакой справедливости! Все происходит вовсе по другому закону. Какому же? Помните, я вам в одной из лекций в этом году, это было, конечно, очень давно, да, в этом то есть семестре даже, все равно это было очень давно, говорил вам об иерархии бытия. Помните вам? Называл слои, один за другим слой, и говорил, как они подчинены подчинены самой нижней материальной, затем повыше биологической, и верно, материальный уже подчинён законам биологии, над ним психический, о, как подчинён ему даже биологический уровень, затем нравственной, затем духовный. Духовный уровень, где основным законом, основным является закон любви. Видите? Ох, какой слоёный пирог-то, оказывается, представляет наше, наше вот это бытие тварное. И что мы тогда говорили? Вот я немножко помню, вы, может, лучше помните, но потом напомните, если я ошибусь что-то, что, оказывается, все эти уровни, все подчинены, не соподчинены, а, лучше сказать, подчинены. Каждый более низкий уровень подчинён более высокому. И в конечном счёте, в конечном счёте, все подчинены высочайшему этому уровню, уровню духовному, где царствуют законы духовные. вот теперь я почему напоминаю об этом, чтобы ответить вам на вопросы и потопа, и гаморры, и Второй мировой войны, и всех прочих бесчисленных, бесчисленных катастроф, ужасов и бедствий, которые творились, происходили на земном шаре. Читаю Библию. То есть, из Библии. Библии у меня нет под рукой. Но я её наизусть знаю, так что не беспокойтесь, поэтому я зачитаю вам только фрагментик. Разговаривает Абраам с тремя ангелами. Ну, фактически, разговаривает с самым главным ангелом. И говорит ему, господин, может, ты не уничтожишь Содом и Гаморру? Если там найдётся, помните, 50 праведников, говорят, не уничтожу. Прости, господин, ну, если 45? Ну, не уничтожу и 45. Ой, господин, прости, а если 40? Помните, это восточные разговоры, они изумительные! Кстати, вы знаете, почему Христос говорил ученикам, что на дороге не приветствуйте никого, когда пойдёте на проповедь? Помните в Евангелии? Знаете, почему? То что такое поприветствовать? Это постоять полчаса и проговорить о всех ваших, я не знаю, всю вашу родословную, и всё, не знаю, и всё перечислить, и все ваши добродетели мыслимые и немыслимые, и всё на свете собрать. И вот один другом, значит, кукушка и петух, и стоят полчаса, приветствуют друг друга. Поэтому Христос говорит, не приветствуйте никого на дороге. Ну, так вот, и здесь то же самое. Разговаривает Авраам, значит, с этим ангелом. И 45, и 40, и 30, и 25, и 15 на крест доходят. Господин, может быть, найдётся там 10? Он сказал, не истреблю ради десяти. И пошёл Господь, перестал говорить с Авраамом. Смотрите, как шёл. О чём это говорит? Интереснейший закон какой! А оказывается, есть предел. Предел общего народного, я бы сказал, греха или беззакония. Предел есть. До какого-то предела ещё стоим мы. Вот, живём, и нормально. Ничего нет. Видите, как хорошо, правда? Вот, сейчас, правда, хорошо? А что будет через мгновение? Десять не истреблю. Значит, и мы видим дальше. Вышел один лот только с семьёй. И всё. Вышел, и всё погибло. Странное дело. Произошла какая катастрофа? Экологическая. Что-то такое произошло. Уж незнаемое. Метеорит ли какой-нибудь туда? Ещё что-нибудь? Ну, Бог знает. Говорят, там на дне Мёртвого моря что-то всякие поиски, и говорят, там сплавленные буквально даже камни. Недаром в Библии написано, что огонь сошёл с неба. Да, буквально сплавленные даже. Мы бы сказали, чуть ли не атомная бомба. Страшное что-то произошло. Ну, катастрофа. Экологическая причина оказалась менее десяти праведников. О, как! Вы смотрите! Вот представьте себе, десять не уничтожил, а девять не истреблю и истреблю на грани. И этой гранью, опять я возвращаюсь к мысли, о которой уже сегодня говорил, этой гранью может оказаться, что мышка, которая за хвост кошки уцепилась, какая у неё сила? Никакой! Мышка! Вы теперь понимаете, насколько каждый из нас ответственен, может быть, за судьбу всего народа. Потому что, может, на грани, вот, как говорят по острию, по лезвию, острию лезвию, острию меча идёт туда-сюда, мышка, а мы так небрежно относимся к своей духовной жизни. Так вот, природные-то все эти события отвечаем мы журналу «Наука и религия». Вот чем обусловлены. Бог повторяем ещё раз. Помните, я вам приводил Кассиана, Римлянина, эти замечательные слова, когда он сказал, как думают незнающие духовного закона. Не Бог каждый раз действует, а существуют законы, по которым мы живём. И по этим законам мы подвергаемся тем бедствиям, которые происходят в нашем природном мире и касаются человека. Вот так, друзья мои. Так что, пожалуйста, запомните вы эту историю с Авраамом и запомните русскую сказку о том, как дед вырастил репу или редьку, там, не помните, что там, по-моему, репа или редька? Что? Репа. Мне тоже осталось, что репа. Правда, я не ожидал, чтобы репа такая была огромная, никогда не видел. Редьки видел. Алексей Ильич, у нас сегодня просто возник в разговоре с братьями вопрос такой, который отчасти касается то, что мы говорили о страдании младенцев, потому что часто говорят, когда страдают близкие, умирают и утешают тем, что мы с ними встретимся в будущей жизни и будем вместе жить. Однако возник вопрос, а есть ли у человека память об этой жизни в будущей жизни? Мы знаем, конечно, что душа бессмертна и что у души есть своя память, но мы знаем в то же время, что мозг умирает, то есть и чем вот память души отличается от памяти такой вот нашей физической и будет, то есть есть ли вот память у человека в будущей жизни, конечно, это тайна, но можно порассуждать об этой жизни, то есть будет ли он помнить там людей, события и как это? На основании тех свидетельств, которые известны нам от людей, возвращенных к жизни, реанимированных, сейчас таких фактов опубликовано очень много, очень много. На основании этого мы можем говорить о том, что память об этой жизни полностью сохраняется, причём до последней йоты сохраняется даже то, что человек, кажется, никогда бы не вспомнил и, так сказать, даже представить себя не мог. Причём об этом настойчиво мы встречаем сообщения в литературе, я бы сказал, ну, всех столетий там, где только касаются этого вопроса. Вот сейчас много литературы вышли, в частности, вы можете почитать, особенно интересно, это Роулингс «За порогом», по-моему, «За порогом смерти» кажется, книга, где он, хирург, который проводил вот эти возвращения к жизни, реанимацию. И он описывает там несколько случаев таких, особенно случаев, которые связаны были с самоубийцами. И вот там они, да, передают и, в частности, говорят о событиях именно из этой земной жизни. Но не только это, не только это. Есть сообщения другого порядка. вот я здесь на лекции приводил же вам, не знаю, вам, может, не приводил вашему курсу, но я говорю, вот сейчас я где живу, тут рядом, и сосед, у меня был сосед, такой очень простой человек. Он был преподавателем в средней школе, преподавателем по... там, что-то учил ребят, я не знаю, столярному, что ли, делали, что-то в этом роде. Очень простецкий. И вот он рассказывал, что с ним произошло. однажды, когда он тяжело заболел, это было в 20-каком-то году, как он лежал в больнице, как температура за 40, и как вдруг он себя увидел, себя увидел, что он стоит среди комнаты и увидел в то же время себя лежащим на постели. Потом вспомнил своих друзей, это был 1 мая, оказался тут же около них, услышал, что о ней говорят. Потом также вспомнил знакомую девушку, тут же оказался около неё и тоже услышал, что она там разговаривала. Потом вспомнил, что он в больнице, тут же оказался опять в этой палате и вдруг увидел картину около него, он себя увидел, что он там лежит, стоит врач и стоят две сестры милосердия и врач констатирует, он мёртв, и, пожалуйста, его несите в мертвецкую, мертвецкую, тогда ещё называли мертвецкой, представляете, сейчас морг говорят, мертвецкую, и вдруг я слышу он жив. Я действительно открыл глаза, около меня стоят эти врач и эти сёстры, тут же исчезла вся температура, его буквально в другой день выписали, но он что-то сделал, он потом проверил. Друзья говорят, что это вы на 1 мая такое говорили? Они очень испугались, потому что, видимо, у них какие-то политические были речи. Вот так. То же самое с этой девушкой, он то же самое. Всё оказалось точно как есть. Вот это я попросил даже записать, его записка у меня лежит, я её храню. Да, она очень интересна. Кстати, отец его, когда он рассказал отцу об этой истории, то отец ему сказал ни в коем случае никому не говори, потому что у нас недавно был такой же случай с одним. Он рассказал, и тут же все начали говорить. Он довоз такого быть не может. И вот в этой литературе, которая сейчас так и пишут, что раньше невозможно было говорить. Это вот это атеистическое, это пропаганда, она совершенно просто не признавала этих фактов, и всё. Так вот, оказывается, сохраняется память память и о том, о том, что происходило. Ну, вот это в книжке Бог Осипова, да, я видел её, вот эту книжку мне тоже он подарил. то же самое он там приводит это сообщение очень интересное, как то, что он видел. Так что сохраняется память и не только память, о, если бы сохранялась просто память переживания, связанные особенно с теми поступками, которые противны совести. Тяжёлые переживания. Так, успеем, да, вопросы? Давайте сейчас увидите, как. Так, можно услышать, что называют сейчас католиков братьями, как вы к этому относитесь, целесообразно называть иритиков братьями. Первое, что я хочу вам сказать. Не смешивайте политику Ватикана с конкретными людьми, с католиками. Католики такие же, как наши православные, в большинстве своих случаев ничего не знают и в своей религии ничего не понимают, как, к сожалению, и у нас в православии. Поэтому мы говорим о католицизме. Католицизм, да, это такой букет ересей, там вообще всё извращено. Просто это просто поразительно, как всё извращено, все догматы. Понимание таинств – это просто поразительно. Поэтому вот это выражение, когда братьями, то в каком смысле интересно? Мы, сейчас, братьями можем назвать и атеистов, я не знаю, и мусульман, и кого, то есть людей. В каком смысле это называется? А вот то выражение, которое мы слышим из уст понтифика, которое говорит, что иудеи и христиане верят в одного Бога, вот это уже, конечно, богохульство. Потому что для иудеев Христос лжемессия. И если я говорю, что мы в одного Бога верим, значит, тогда, значит, я считаю, что для меня Христос не Бог. Или они стали, может, христианами? А они нет. Так ты, значит, уже отрицаешь Христа? Вот тут уже да. Вот здесь уже это действительно глубокое заблуждение. Что можно посоветовать почитать начинающему христианину? Часто Аву Дорофея советуют, но в этой книге может быть много непонятного соблазнов для начинающего, как Дорофей терпел, когда ему нагло поливали и так далее. Знаете, я вам скажу, что всё меньше становится людей, всё меньше, которых мы могли назвать выразителями духовной, православной жизни. вот ещё недавно ещё были. Был отец Кирилл Павлов, был Иоанн Кристианкин, ещё были. Сейчас спрашивают, я теряюсь, я не знаю. Были известны, куда можно обратиться. Я вам скажу, сейчас для нас бесспортными являются. Вот возьмите гумна Никона Воробьёва, я вам скажу, я лично знал и скажу вам, при всём моём отъявленном скептицизме это был святой человек. Читайте его. Вам дали эту книгу, кстати, Путь духовной жизни, нет? Дали, да? Вот, дайте почитать лучше эту книгу. Если не хотят узнать, что такое духовная жизнь, да, вот какую книгу. Там достаточно сказано, чтобы каждый начинающий человек понял, в чём христианство состоит. Да, не просто в догматах и в этих церковных всех мероприятиях, а состоит в том, чтобы человек хоть немножко обращал внимание на свою душу и понял, наконец, Господь, если ты меня не спасёшь, я не знаю, в какую преисподнюю я пойду. христианство христианство христианство